Представьте себе, вот такие признаки, зависимые и созависимые. Два человека живут. Представляете, что это за семейка такая? Но в этой семейке для того, чтобы как-то существовать, должны быть выработаны правила. То есть какие-то правила, которые помогут как-то делать видимость нормальной семьи. И хотят, и не хотят, но эти правила вырабатывают. И что самое интересное, правила во всех таких семьях совершенно одинаковые. И первое правило. Ни в коем случае не говорить никому и друг другу об этой зависимости. Об аддикции. Во-первых, не говорить самому алкоголику. Ведь это его обидит. Его расстраивает. Его расстроит, а расстроится, выпит. То есть с аддиктом, с алкоголиком о зависимости не говорить. Говорить с посторонними это нелояльно относительно семьи. Как это ты будешь всем говорить, что у нас папа алкоголик? Ну как ты будешь всем рассказывать, что там папа сидит в порно? Нельзя, это нелояльно. Да? То есть вот они вот эти. Это правило. Такое правило, которое останавливается. И все втянуты. Не говорить детям, что папа алкоголь. Хотя дети это прекрасно видят, правда? И все втянуты в этот заговор умолчания. Все туда втянуты. Второе правило. Все планы в этой семье зависят от состояния зависимого человека. То есть все планы зависят от аддикта. Вы можете что угодно планировать, но если папа запланировал выпить. Труба всем планом. Да? Труба всем планом. Да. А природа болезни такая, что ведь человек, он непредсказуем, он надоедлив, олжив. Зависимый ты, алкоголик, кто он? Можно ли вообще на него надеяться? Вообще строить какие-то... Абсолютно нельзя. И получается вся семья в таком состоянии в полной дестабильности. Они даже планы построить никакие не могут, потому что все крутится вокруг человека нестабильного, лживого. Может ли жена запланировать для себя пригласить гостей вечером на ужин? Она не знает, как запланировать. Как это? Каким он придет? А дети могут пригласить своих друзей домой? А вдруг папа там дома пьяный? Понимаете? То есть все планы семьи, все вокруг аддикта. Он центр, он пуп землен, пуп этой семьи. Все, все в зависимости от аддикта. Следующее правило. Полный уход за аддиктом. Если папа пришел домой пьяный, и его весь костюм в рвоте, новый его костюм, ты за папой убери, костюм постирай, а его умой. Завтра ему на работу идти. Если это делает, как правило, жена, если жены нет, то она этому научит детей. Это ребенок просто. Ну просто болеет он. Полный уход алкоголик должен получать. Что идет дальше? Аддикт, он не может сам принимать решение. Это правило. Это у нас просто еще один ребенок. Не утруждай папу дурацкими вопросами. Ну попробуй ребенок что-нибудь сказать против папы. Это твой отец. Как разговариваешь со взрослыми. Представляете, вот они такие правила. Аддикт решение не принимает, но он занимает центральное положение. Светлана зависит от него. Совершенно несбалансированное правило. Представляете, что это за семейку? Вот вы представьте, как там живется людям. Поэтому, понимаете, мы как-то с хоры на осуждение. А вот войти туда, понять и поплакать вместе с ним. Может, как раз это будет первый прорыв. Ведь это сумасшедшая семья получается. Это сумасшедший дом, правильно вы сказали? Это дом, если все несчастные. Это дом полной боли и страданий. Идем дальше. Следующее правило. Самая главная проблема, это проблема нашего зависимости, алкоголизма. А все остальные ваши проблемы, это только помеха решать главную проблему. Вообще, держи все проблемы при себе. Мама говорит так детям. Она сама себя так же ведет. Проблемы всех остальных помеха. Без тебя забот хватает. Сам решай свои проблемы. То есть, каждый человек в изоляции. Следующее правило. Зависимому человеку можно быть агрессивным. Вам нет. Но он выпил, поэтому он ругается. От него терпи. Но ты попробуй только голос повысь. Это отец. А вот ему можно, аддикту. Материться, ругаться, махать руками, хамить. Можно. Но никому более. Это неписанное правило в такой семье. По этому неписанному правилу живут. Следующее правило. Что аддикт управляет всем настроением семьи. Пришел он счастливый. Счастлива семья. Жена не дала на бутылку. Жена какая? Хорошая или плохая? Папа злится. Вся семье плохо. Он агрессивен. Вся семья в страхе. То есть аддикт управляет всем настроением семьи. Вообще это можно назвать жизнью? Это не жизнь, конечно. Вся семья втянута в это состояние медленного угасания. Медленного ухождения в смерть. И самое, наверное, главное правило, на чем зиждите все остальные правила. Это главное удержать аддикта от употребления. Главное, чтобы папа не пил. Все остальное вторично. Все ваши проблемы, страхи, заботы. Все вторично. Главное, чтобы папа не употреблял. Поиски заначки, вылить эту водку в раковину. Удержать его, не пускать никуда. Ходить везде рядом с ним, следить, чтобы там он... То есть главное его вылечить. А для алкоголика что главное? Зов его величества алкоголя. Вот что для него главное. А семья крутится вокруг этого алкоголика. А он четко понимает, что раз для них главное его удержать, он всячески может манипулировать. Он даже может спровоцировать ссору с женой. Проманипулировать так, чтобы... И потом хлопнуть дверью и сказать... Ну как здесь не выпить, а? И пойдет он своим друзьям, скажет, какая его жена, его поддержишь и скажет... Вот с такой же женой как же не выпить? Да. Вот из-за нее ты и пьешь несчастный. Или обвинить родителей. И сказать жене... Приходит домой пьяный. Почему пил? Были мамы, представляешь? Пытаются учить меня, в нашу семью вмешиваться. И мою сестру любит больше, чем меня. Ты знаешь, моей сестре подарила двухкомнатную квартиру, а нам с тобой? Вот поэтому и напился. Ну как вот тут не напиться? Все виноваты. Или приходит домой и говорит... Ну начальник вообще обнаглел, а? Ну как так можно? Естественно, я выпил. И жена бегает, ищет работу для этого алкоголика новую, с лучшим начальником. Все в жизни должно быть ради него. Пуп земли. Главное удержать его от употребления. Вот мы специально рисуем такую картиночку. Понимаете? Специально. Потому что мы, конечно, понимаем, что многие из вас, может, эту картинку вы воочию видели вокруг себя. Вы понимаете? Но это страшная картинка. Мы просто никогда не задумывались о том, сколько там боли. Нам что, вот знаете, все время больно, что над этим у нас как-то смеются, анекдоты сочиняют. Добродушный смех, шутят. Вот посмотрите, у нас же вот по СМИ. Там прям как будто все либо ниже полюса, либо все в алкоголе. Все эти шутки. Но ведь это же больно. Как можно смеяться над болью? Ну, может быть, вы знаете, я просто из семьи, вот где действительно папа пил, я из семьи алкоголька. Я все время думала, у меня что-то с чувством нюмора не в порядке. Я вот эти анекдоты вообще никогда не могла вспоминать. Они никогда не были смешными. Я не могла понять, что тут смешного. Это же больно. Да, Александр. Скажите, вот вы описали все правила в семье, зависимый от человека. Человек зависим сам, допустим, от водки или от чего-то другого. А у меня такая картина возникла, что я знаю такую семью, которой человек создал вокруг себя зависимых от него. И практически все симптомы, все вот эти правила я вижу в этой семье. Но там нет зависимых, там ни папа независимый, никто от алкоголя, ни от чего. Он вокруг себя создал вот этот... Мы же говорим не о зависимости как таковой, вот там химическое вещество употребляет человек. Мы говорим о зависимости вообще, любой зависимости. Вспомните шкалу. Зависимость от человека. Трезвопьяница. Вполне возможно, что там папа где-то сидит на четвертом пункте. Я вот просто хотел спросить, что вот это за зависимость, когда один вокруг себя вводит зависимость других людей. Жену там или специально намеренно. Получает это удовольствие. И получает это удовольствие. Вот это состояние сухого срыва. Вот то, о чем мы говорили с вами на предыдущей встрече. То есть это, понимаете, он точно такой же аддикт. Он сухой аддикт. Он где-то вот... Ну, прочитайте вот эту шкалу. Не бьющий алкоголик. Там же раздражение, гнев, виним всех вокруг себя, критикуем, контролируем. Прочитайте. Вот. Единственное, что ему только рюмку осталось выпить. А так он практически поведение... Он остановился на этом шаге, на пятом, к срыву. Он зависимый уже все. Он пока еще не выпил. То есть для него еще реально еще и... Может, он даже не начнет пить. Это может быть... Может быть, и не начнет. Но он всю жизнь ведет себя как... И он точно так же, как зависимый человек, ломает и себя. Вот наверняка ведь у этого, про которого расскажут, у него же сейчас летит нервная система. У него наверняка начинается астма. У него наверняка начинается язвы. Почему? А потому что вот эти нейрохимические реакции на пятом шаге, они максимально сейчас разрушают всю его эндокринную систему. У него самовыщие летит, он вокруг себя всех летит. Они точно так же от него зависимы. Сос зависимы. У меня да, спасибо. Мы почему... Вот специально эту шкалу сырой дали, чтобы вы поняли, что совсем не обязательно пить, чтобы быть зависимым. Любую зависимость можно понять, проверить. Вот если человек где-то стоит на этом... Ага, вот. Только как ее назвать теперь осталось, да? Просто пока не... Позовите просто сухой пьяница. Или там трезвый алкоголик. Ну ты еще не выпил, но ты уже, смотри, вот. Тебе осталось или уколоться, или выпить, или в порно уйти. А так вот и ничего не надо. Что ты сделаешь? Второй же вопрос. А может даже никуда ты не уйдешь, но ты сейчас уже зависим от этих нейрохимикатов, которые у тебя там в голове, и ты вокруг себя разрушаешь, и всех вокруг себя разрушаешь. Ну зависимый, я вспомнил, он охотник. Вот тебе и зависимый. Ну может это не зависимый, потому что это просто хобби. Потому что, в принципе, надо быть очень осторожным, чтобы как бы не клеймовать, не клеймить все вокруг. То есть вот эти вещи надо... Потому что, в принципе, у человека есть такое вот побуждение первое. А, я знаю, я сейчас приду домой, и все, ему расскажу, да? Что он у меня больной, или там она у меня зависимая оказывается. Ничего подобного. Начинаем все с себя. С себя проверить, вот на какой мы стаде находимся. Встать на путь выздоровления, когда мы убедимся, что мы выздоравливаем, тогда мы можем помочь другому человеку. Ну вот, а если в семье существует какая-то другая зависимость? Ну, взять, если от еды или от интернета, то не все эти правила, по-моему, как бы совпадают, нет? Ну смотрите, одно дело, вот человек это понимает, осознает, встает на путь выздоровления. Ну давайте посмотрим. Нет, здесь правила в семье. Допустим, от интернета кто-то в семье зависит. То есть, а у нас это не все... Ну давайте посмотрим. Вот папа зависит от интернета. Можно этому папе сказать, слушай, ты интернетский аддикт. Ты зависимый человек, ты ненормальный, ты больной. Как он среагирует? Он спокойно среагирует. Да, я больной, простите меня, дорогие мои друзья. Или как, или всем достанется вокруг. Идем дальше. Первое правило работает, говорить нельзя. Дальше. Все планы зависят от аддикта. Вот он решил посидеть, вы решили вечером устроить романтический ужин, а он залез в интернет. И сидит. И вы ему раз, два, три, пять. Или вы можете сказать, что нет, не зависят планы. Давайте идем дальше. Полный уход за аддиктом. Вот он захотел кофейку, он захотел кушать. Как бы не всегда. Вот он не моет посуду за собой. Вы помоете за ним посуду, или вы скажете, так, выключай, и, значит, твоя тарелка будет стоять грязной, завтра будешь завтракать из нее же. Или вы все-таки пойдете и помоете за этим аддиктом тарелку. Полный уход осуществляется. Понимаете, то есть, как бы, если вы так-то возьмете, по-честному, по большому случаю, понимаете, если человек впадает конкретно в любую аддикцию, все правила, начиная от твоей семьи, за счет права. Но это все в семье должны, как бы, понимают, что он аддикт. Как бы не всегда. Они могут этого и не осознавать сами. Но правила эти возникают. Попробуйте, скажите, такой же не алкоголик, что она тоже зависимая, только от мужа. И скажи, смотри, какие в твоей семье правила. Она все это прочитает, скажет, ну что, это разве плохо? Это в выражении нашей любви. Да, я так люблю. Да, я его так люблю, поэтому вот убираю за ним. Даже есть такая книга, написанная про жены алкоголиков. Она называется «Книга о женщинах, которые слишком сильно любят». А, понимаете, этой своей слишком сильной любовью они поощряют человека. Они говорят, это мой крест, и я его нести. Да, да, вот. А потом этот крест перестает быть крестом, она не знает, что дальше делать. Как жить без креста. Мы говорим о выходе из этого состояния. Мы только начали. Мы сейчас просто, знаете, с вами немножко ставим диагноз, чтобы вы сами как бы прослеживали, и люди могли как-то донести. Вот эти вот картиночки рисовать. Потому что если, скажем, какой-нибудь Мария Иванович сказать, вот, смотри, я сейчас скажу, что в твоей жизни происходит, Мария Ивановна со своим, Петром Борисовичем, да? Это одно. А если вы просто, знаете, нарезаете абстрактную картинку, и она поймёт, а это про меня. Она скажет, откуда вы знаете, что это у нас? Да я не права, что в этом. Это мы так, к слову. К слову. И когда она поймёт, что эта картинка общая, это как вот гриппом болеют практически все одинаково. То же самое и со зависимостью. Практически все семьи болеют одинаково. То есть вот эти правила, это правила со зависимых семей. То есть как бы вы должны это понять. Совсем не обязательно все семьи, где есть алкоголик, вот так живут. И наша с вами задача, если алкоголик решил пить, совсем не обязательно его семья должна жить по этим правилам. Мы с вами будем говорить, как семье помочь выйти оттуда. Потому что есть семьи, где муж пьёт, а семья, она нормально живёт. Свободно. Свободная семья. У них нормальные правила. Нет созависимых рядом с ним. Но если создаётся созависимый, получается, он заставляет всех писать диктанты. Понятно. И вот эти правила вводятся автоматически. Ну что, идём дальше пока вот, да? Теперь понятно, почему мы созависимый заставили напоследок. Потому что это действительно самая сложная, наверное, зависимость вообще, какая только существует в жизни. Это самое сложное. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Существует ролик, который выполняет созависимый человек в семье. И эти роли врач-психолог Карпман вёл в такой треугольник. Так и называется, треугольник Карпмана. То есть, во всех учреждениях, которые лечат зависимостью и созависимостью, этот треугольник Карпмана очень такой. Наверху у треугольника спасатель написано. И два угла – жертва и преследователь. То есть, вот три роли. Три угла, которые выполняет три роли вот этот созависимый человек. Начинает он всё с спасателя, потому что он спасает. Это самое главное – спасти, выручить, помочь. Помочь, найти работу для него, чтобы он работал. Тут не получилось ещё найти работу. Занять ему очередь в поликлинике. Если ему нужно, да, чтобы он пришёл. Найти нужного врача. И не нервничал в очереди, не стоял. Может быть, нервничать, это же вообще повод к срыву. А это, я скажу так, приходи, через две минуты твоя очередь, он придёт. Ну, то есть, максимально его спасти от всех. Найти врача, который может помочь, клинику, где лечат. Найти революционный центр, записать его туда. То есть, этот человек спасает. Вот. И вот он спасает, спасает, спасает. А потом спасал, спасал, приходишь домой, а алкоголик напился. И этот спасатель вдруг превращается в преследователя. Как ты можешь? Как тебе не стыдно? Да сколько это будет длиться? Ты меня всё уже видишь? Да я тебя вот сейчас. До чего довёл? А тут ещё если кулаки пойдут, а тот раз ему, и в глаз. Рядом и поворачивается, ни слова не говоря, в глаз. Бац. И этот преследователь... Впадает в жертву. Бедный, я несчастный. Да как ты могу? Да что я лезу, да? Ой-ой-ой. А потом начинается, знаете, как... Ведь созависит мозг больной. Она не в состоянии мыслить логички. Она начинает так думать. Ну ведь сама виновата. Ну что же под горячую руку-то? И она продолжает спасать. Он же пьяный, что я от него хотела. И опять становится спасателем. Да надо его, чтобы он пить бросил. Тогда всё наладится. И ты уже, ну и звони. И опять идёт за врачами, идёт за... Изолирует от друзей, находит водку, выливает в раковину и так далее. Опять впадает в преследователя. За него зарплату начинает получать там... Начинает пасти его везде. А он пришёл опять пьяный, опять её награбил, хамил, матом её пасал. Она жертва. И порой в день вот этот вот зависимый пробегает этот Тереголий Карпман несколько раз. В одну или в другую сторону? Как вы думаете, алкоголь пить от этого прекращает? Нет. А алкоголик продолжает пить. Это лишний повод. Это повод выпить. И понимаете, вот выход, выход из Тереголенко Карпмана, знаете, ну совершенно замечательно, этот выход описал апостол Павел. Вот это местописание. Что делай, то делай, как для Господа. Вот он выход из этой ситуации. Посмотрите, вот я сейчас себя веду. Это помогает мне быть субъектным человеком? Активным? Помогает ему выйти из состояния зависимости? Или поощряет? Понимаете, а очень многие жертвы вот это место как прочитывают? Ну да, я и делаю, как для Господа. Я и бегаю, я и ищу, я и оплачиваю. Я, почему я работаю на трех работах-то? Потому, чтобы заботиться о любимом. Он же деньги-то все пропивает, а мне же надо его кормить, мне надо его одевать, мне надо платить докторам, которые его лечат. То есть, практически заботится о нем, но она так думает, что заботится, а на самом деле она берет на себя полностью ответственность, ту, которую, по идее, он должен на себя взять. Вот, что произошло здесь. Поэтому важно так сознательно отказаться от роли спасателя. И сознательно отказаться от роли жертвы и от роли преследователя. вообще выйти из этого треугольника. Просто выйти, понимаете, сознательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok